Всем привет! У микрофона, как всегда, Джурасик Гай. Прошлым летом завершился сериал «Лагерь милового периода», который ответил на очень многие вопросы фанатов по фильмам, которые не были отвечены, собственно, в самих фильмах. И также в сериале было довольно много фансервиса, что, конечно же, нас порадовало. Но на все ли вопросы ответил сериал, ответ отрицательный. Сегодня мы обсудим возможные ответы на один очень важный вопрос. Присаживайтесь поудобнее и хватайте чай с печеньками, ну а мы начинаем. По заголовку данного видео, я думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь. О чипах, которые встраивались в головы динозавров для того, чтобы их контролировать. Чипы эти впервые изобрела «Манта Корп» в пятом сезоне сериала «Лагерь милового периода». Хотя возникла у них эта идея еще в четвертом сезоне, но реализовали они ее только в пятом. И в том же пятом сезоне Дэниел Куон, директор «Манта Корп», хотел продать эти чипы «Биосин», то бишь «Льюису Доджсону». Однако из-за того, что гадкие детишки испортили весь их злодейский план, чипы были навсегда уничтожены и не попали в руки к «Биосин». Тем не менее, в фильме «Мир Юрского периода 3» мы видим, что у «Биосин» есть мозговые чипы, однако работают они немного по-другому. Если чипы «Манта Корп» полностью контролировали мозг динозавров, и они не могли делать ничего без приказа, то динозавры «Биосин» могли спокойно ходить, пока чипы не будут активированы. Им давалась одна общая команда, и они ее выполняли. После этого они могли быть дальше свободными. Но как у «Биосин» появились эти чипы? У меня на этот счет есть несколько теорий. И первая из них – это кража. В пятом сезоне мы видим, что на самом деле инвесторы, приехавшие на остров «Манта Корп», просто гонятся за выгодой. И сами крадут и у Льюиса Доджсона, и, возможно, у Кона. Какие-то чертежи, какие-то важные бумаги, лишь для выгоды. И сам Льюис, понятно, не был святым. Так что вполне вероятно, что он мог спереть чипы до сделки с «Манта Корп». Таким образом, когда дети сорвали сделку, то чипы все равно у «Биосин» были. Однако это маловероятно, потому что, опять же, чипы «Биосин» работают немного не так. Вторая теория заключается в том, что «Биосин» могли создать чипы с нуля. Сначала эта теория оказалась мне не менее бредовой, чем предыдущая, ибо «Манта Корп» были великими техниками. Они создали искусственные биомы и очень много самых разнообразных, новых, совершенно инновационных технологий. А в «Биосин» все больше было посвящено именно биологии. Но на самом деле так было только в романе «Первые источники» и расширенном каноне именно «Парка Юрского периода». Когда же пришел мир Юрского периода, то это изменили. В шестом фильме мы видим, что технологии у «Биосин» развиты не меньше, чем биология. Если здесь тебе и вертолеты сверхсовременные, и все, что захочешь, то я считаю эту теорию разумной. И у «Биосин» были и возможности, и время на создание чипов. Целых шесть лет, а главное – вдохновение. Как бы то ни было, скорее всего, мы узнаем ответ на этот вопрос в сериале «Мир Юрского периода правит землей». Мои теории об этом сериале вы можете посмотреть по ссылке в описании. Но ведь предвидится не только сериал «Правление землей». Также предвидится новая трилогия, фильм «Глубины Юрского периода», фильм «Хэммонд», а также сериалы «Блю и Бета» и «Кейла», а также уж совсем непонятный сериал «Новый мир». Что же нам расскажут эти проекты? Узнаем в следующем видео.